У выпускников школ Лангипаса появится возможность получить новую специальность. Депутат Думы Югры, главный врач городской больницы Александр Нохарин обсудил вопрос открытия направления «Сестринское дело» с директором политехнического колледжа Лилией Максимовой. Народный избранник считает, что решение этого вопроса поможет справиться с проблемами в кадровом резерве. Последние годы все больше и больше мы наблюдаем отток медицинских кадров из профессии в связи с выходом на пенсию. То же самое и в наших городах, когда люди 35-40 лет назад вместе с нефтяниками приезжали, строили наши города, сейчас и врачи, и медицинские сестры начинают массово выходить на пенсию. По разным городам эта цифра может достигать 50-60% работающих предпенсионного и пенсионного возраста. Округ входит в семерку лучших регионов России по мерам социальной поддержки врачей. Сегодня работа со средним медицинским персоналом выходит на первый план. Например, в Лангипасской больнице в этом году уволилось больше 30 медицинских сестер. Восполнить дефицит смогли на 75%. По словам главного врача, если ничего не предпринимать, нехватка кадров будет только нарастать. Проведя совместные переговоры, заручившись поддержкой администрации города, департамента здравоохранения, департамента образования, мы нацелились вместе с колледжем, который находится у нас в Лангипасе, с руководством колледжа, открыть медицинский класс для того, чтобы готовить средний медицинский персонал у нас в городе. Политехнический колледж Лангипасе очень востребован. В нем учатся студенты, которые достигают высот не только на российском уровне, но и на мировом. Как отмечают педагоги, это все благодаря руководителю учебного заведения. Теперь их задача – достичь успеха в направлении сестринское дело. Система профессионального образования во всей Российской Федерации и у нас в городе Лангипасе, она очень гибкая. Что основное? Основное – это запрос работодателя. Мы очень оперативно должны отвечать на потребность в тех кадрах, которые существуют непосредственно в городе Лангипасе. На сегодняшний день потребность в среднем медицинском персонале в Лангипасской городской больнице очень высока. Поэтому сестринское дело. Лангипасские школьники рады, что теперь в родном городе они смогут получить диплом по направлению сестринское дело. И уже планируют поступать именно туда. Вообще очень хорошо, что у нас в городе открывается сестринское дело. Нам не нужно будет никуда уезжать. И как бы город расширяется, больше возможностей, больше специальностей. И у нас в классе очень много, кто хочет пойти в мед, именно в медицинский факультет. И раз в городе открывается, это очень хорошо. Я рада. Меня узнало, что у нас в городе открывается факультет сестринского дела. Я была очень рада, потому что я хотела поступить на этот факультет. И я довольна, что у нас в городе есть такая возможность, будет такая возможность поступить на такую специальность. То, что у нас в городе открывается такое направление в колледже, как сестринское дело, я считаю очень полезным для всех, так как я знаю многих людей, которые ради того, чтобы поступить именно на это направление, покинули свой город, покинули своих родных и уехали в другой город. Я считаю, что в политехническом колледже открытие направления сестринское дело очень важно, потому что в семье всегда нужен медик и было бы очень хорошо получить образование и в дальнейшем помогать родственникам. Набор студентов планируется начать с 2023 по 2024 год. Для выпускников 9 классов учеба продлится 2 года 10 месяцев, после 11 класса 1 год 10 месяцев. По окончании выдадут диплом государственного образца. Сара Тураева, Тимур Зигангиров. Наши города.